Мировой рекорд! Точнее, его повторение. Ну, короче, 44 фрага от Кыргыза. Парень, наконец-таки, показал тот результат, который от него многие ждали. Действительно, давненько он не урывался в пьедесталы и первые места сезона. Ну, вот здесь, сейчас, для всех фанатов, так сказать, приятнейший момент. Поэтому, смотрим. Напоминаю, дружище, что, как всегда, ты можешь выиграть РП. Разыгрывается три пака. Для того, чтобы получить один из них, нужно сделать три простые вещи. Подписаться на канал с колокольчиком. Подписаться на мой телеграм. И, третье, написать под этим видео любой комментарий, состоящий больше, чем из четырех слов. И в нем указать свой ID. Итоги в одном из видео. Так что, ни в коем случае, не пропускай смотреть каждое. Хорошо накидывает с бизона. Посмотри, какая красота. Как же мощно. Плюс с юмпшечки еще. Единственное, шлем пока что не нашел. Нужно быть осторожным с головой. Как мама в детстве говорила, обязательно надень шапку. Вот здесь. Это правило. Как никогда актуально и как никогда важно. Ну и действительно, шапка лишней не будет. Может, сейчас в трупе каком-нибудь найдет. Но вообще, не тратит время на лутинг. Максимально же его эффективно использует. Конечно же, друзья. Спонсорам сегодня очень повезло здесь Кыргызу. В плане того, что много народу на стартовой локации. Это, конечно же, круто. Ну и здесь сейчас забрал девятерых. И похоже, что соперники не собираются кончаться. Зато их можно самому прийти размотать. Стрельба там какая-то спереди. Пока подбирает побольше гранаток. Что, естественно, будет полезно в любой стадии игры. Ну и здесь хорошо замечает. Хорошо попадает. Отлично. Чекает плюс башенку. Кстати, стала очень популярна вот эта вот позиция на шкафах. Будьте осторожны. Уже не первый раз ее замечаю. А сейчас перед вами на экране победители предыдущего ролика. Предыдущего розыгрыша РПшек. Забирайте, друзья. Ну и, конечно же, все UC предоставлены лучшим магазином. Он топ UC шоп. Как всегда, там самые выгодные цены. Отличнейшая поддержка. И огромнейшее количество способов оплаты. Все надежно, безопасно, быстро. Поэтому обязательно переходите по ссылочке в описании или же к QR-коду, который сейчас видите на экране. Подписывайтесь, потому что у тех, кто подписан, гораздо больше шанс победить в розыгрыше. Там постоянные тоже идут активности, скидки, розыгрыши. Так что, конечно же, участвуйте. И помните, что если покупать UC, то только вон топ UC шоп. Подпишись обязательно прямо сейчас. Ну и здесь залетает наверх одного из зданий. Здесь видно как минимум двоих. Слышно, как они забегают наверх. Нужно быть крайне осторожным. Но благо нокнул одного, поэтому соперники сейчас спустятся сами для того, чтобы пострелять со скрыгызом и попытаться поднять своего друга. Ой, как неприятно-то! В спине оказался соперник. И посмотрите, сразу же минус жизнь. Но приезжает обратно, пытается доесть этого парня. Получилось, хорошо. Ребятки стреляются между собой. У него можно подлутаться, взять какие-то вещи. Видим, 416-й. Можно, в принципе, самому потом. Ой-ой-ой, как он бесконтактно! Посмотрите! Вообще не коснулся человека, но при этом все равно каким-то образом смог его задавить. Непонятно каким. Соперник тем временем попытался размансить. Не получилось. Плюс еще сдалека один настреливает. Тоже не сказать бы, что крайне эффективно. Но здесь, благо, можно его подлутать. А то на микроузике закончились патроны. Справа еще слышно, как кто-то летает на гладере. По-моему, прилетел. Там было видно кусочек крыла, что опустился он на землю. Да, вот он, он жужжит. Но здесь сейчас... Киргиз знает, что его пасут с этого окна. То есть, очевидно, соперник никуда не делся. Граната может быть очень хорошей. Попал хорошо, но, видимо, соперник ее успел заметить. И чуть-чуть отбежал за стеночку. Все равно хорош. О, 14 есть. На топ-71. Здесь видно, что сервер такой более-менее удачный. В плане того, что медленно игроки умирают. Это, конечно же, повезло. Парень сверху топает. Здорово. По идее, раз он умер, значит, у него... Ну, точнее, умер не сразу, он окнулся. Значит, у него должны были быть тиммейты. Но их, похоже, Киргиз не нашел. Поэтому подъезжает на починки. Здесь сразу же инфа. То есть, забирает первого. Надо бы, наверное, добить. Еще один. Ой-ой-ой. Неприятный момент. Нет. Оказалось все достаточно легко. Ой, посмотри, как вылетели просто парни из тачки. И сразу же уже первый ног. Здесь сейчас будет пытаться их не отпускать. Да, есть. Меняет позицию. Отлично. Чуваки вроде как огрызаются. Но надолго ли? Один здесь у магазина. Второй там в тубзике. Киргиз пока не спрыгивает вниз, очевидно. Потому что их там трое, он один. Это может быть достаточно опасно. Но прислушивается, ловит оппонентов на ошибки. Забирает Джазеда, друзья. Но я не думаю, что это тот самый Джазед. И забирает еще второго. Подожди, а мне казалось, их больше на один. Ну ладно. Значит, вот так. Легкие парни очень приятно так померли. И, конечно же, это плюс фраги, что не может не радовать. Ну и, друзья, небольшое объявление. Сегодня, поскольку у меня день рождения, будет небольшой стримчик на ютубе. И потом еще, как всегда, на Твиче. Поэтому обязательно приходите. Если что, заранее. Там можете нажать фоллоу. Кстати, я, по-моему, очко пропустил, да? Но, надеюсь, нет. Ну да ладно. Уже перематывать точно не буду. Поэтому, друзья, если что, Твич ТВ Рокеш 61. Приходите, отпразднуем. Буду кушать тортик за ваше здоровье. Каждый, кто заряжается от день рожденческого тортика здоровьем, у него целый год это все хорошо со всем. С Бибой особенно. Поэтому, всех жду. Приходите. Снизу было слышно оппонента. Опа. Это что за выстрел такой? С чего стрелял? Я по звуку, если честно, даже не понял. Звук был очень какой-то странный. Так. Ой-ой-ой, посмотри! Посмотри! Там гэмп-команда какая! Лень! Просто вдвоем лежат, а еще один парняка перед ними танцует. Это что это было? Это что это за тактика галактика? Так. Понятно, что с ДБСом лучше здесь особо не ссориться. Отлетают на подальше. Если есть возможность, то почему бы нет? Так, парня где-то его пушат и пушат. Хорошо. Первый пошел. Второй здесь сейчас пока перебегает, но этого уже не поднимут. Здесь, если что, можно опять будет перелететь на вторую крышу. Отрезал молотовым. И перепрыгивает вот сюда. Но там, правда... По идее, он их разделил. Один вроде вниз убежал, второй направо-наверх. Да, отлично получилось. Пытается дать тревчика. У соперника уже все тиммейты полегли. Хорошо, глянь. Тут какой-то супернейм тег клан. То есть 777. Ни хрена себе. Ну вот здесь. Парни даже ни одной пули по карбизу не выстрелили. Просто из-за того, что он очень хорошо мансил. Очень круто все сам сделал. Сперники на УАЗике поняли, что не по шансам. Что надо валить. Хорошо. Окей. Это, по-моему, те же самые на УАЗике. Глянь. Бедный чувак. Его вообще никуда и никак не пристроят. А, ну его карбиз уже убивал в этом матче. Это тот самый вроде чел, который убил его в начале. То есть здесь прям... Приехал в одну локацию. По тебе стреляют. Думаешь, ну ладно. Отъехал дальше во вторую. Все равно стреляют. Ты такой, типа, да что же это. Дай где-то отдохнуть. Там парень с АМРки наказал неплохо. Надо бы с ним разобраться, чтобы он не убивал других. Раз он такой мощный и скилловой. Так, оппонент улетает. Кстати, гляньте, как далеко улетел. Ни хрена себе. Это что у тебя за гороховая тяга такая? Настолько жестко, настолько большое расстояние преодолел. Не совсем понимаю, какой сейчас план у Кыргыза. Типа пролететь, взять угол. Понял. Таблетку у него забрали. Там, если что, УАЗик был. Можно на нем что-то как-то придумать. Но пешком оставаться, конечно же, не вариант. Абсолютно. Здесь что-то тусит. А, еще таблетка есть. Все, хорошо. Повезло. Тогда нормалек. Ну и вот здесь сейчас бы идеально ровно один сквад забрать. Ради супер очка. Мне теперь главное его не пропустить. Я до сих пор не знаю, пропустил ли я или там не было очка. Мне почему-то кажется, что прошляпил. Опа, смотри. Два травяных монстра, Лень. Легли такие и просто кайфуют. Думают, что им никто ничего не сделает. Поскольку у них гелики и они в траве. Но если бы они в кустах, кстати, были, то может быть и никто бы ничего не сделал. Но трава не спасает. В траве все видно. Так, ровно двое. Вот это то, что надо. Кыргыз, догоняй. Ну или так. Ну давай, ну давай, ну пожалуйста, попади. Нет. Ладно. Я надеялся. Скажу честно. Очень хотелось бы. Это, по-моему, те же самые двое из баги. Ну вроде как я слышу именно две пары ног. Опа. Не чекнул форточку. И второго туда же. Добей, пожалуйста, обоих. Не-не-не, убивай третьего ни в коем случае. Ни в коем, ни в коем. Нет, вроде никого здесь нет. Нормально, нормально. Давай, давай, давай. Надо добить. Надо добить. Хорошо. Тридцатый есть. И еще. Еще одного вот этого парнишку. Где же он? Куда он спрятался? Ну по идее он двери же не мог открывать. Вот, хорошо. Это супер очко. Отлично. А то я уже боялся, что и тут не будет, и тогда вообще пришлось бы плакать. Ой-ой-ой, клиент в поле. А че не стреляешь? Неужели не заметил? Ну, теперь это точно заметил. Ну, тут без шансов. Я не знаю, тиммейт это их или нет, но получил по щам он знатно. Плюс еще второй пытается подъехать на таблетки. Кирпиз берет укрытие. По нему тем временем настреливают достаточно болезненно. Плюс хаешечка на разогрев. Давай, аккуратно, хорошо. Нет. Кстати, я думал, мокнет. Ну да ладно, юмпа добралась. Это парень с МГшкой? Ой-ой-ой-ой, как он? А как ты ее узнал? Откуда инфа? Че-то вот этого я не понял. Жестко как-то было сейчас. Ну да ладно. Справа еще пулеметчик. Так, забрал того парня, у которого была АМР, который с АМРки там наказывал. То есть минус один скилловый месье на карте. Но как бы вот этот вот пулеметчик, он... В довольно неприятной для Кыргиза позиции. Нужно бы с ним либо разобраться, либо хотя бы не подставляться под него. Опа. Снайпер. Со снайпером, наверное, тяжеловато будет на такой дистанции. Надо бы подъехать. Но вот здесь вот пулеметчик, я так понимаю, он там в камнях наверху. Не получается хорошо под него выйти. Ага, вот получилось. Отлично! Это он. Судя по нику. Слева еще кто-то. Слушай, какая урожайная локация. Кыргиз понимает, что чел со снайпы будет стрелять. Поэтому выглядывает на очень маленькие промежутки по времени. Хорошо настрелял по Шкури. Прикольный ник. Здесь, естественно, будет его добивочка. Главное не стоять на одном месте, потому что снайпер все равно еще смотрит в бочину. Плюс, оказывается, у Шкури есть тиммейт. Вот он, его было прекрасно слышно. 37 убийств и еще 7, друзья мои, игроков на карте осталось. То есть вот это ровно 44 будет, если убить абсолютно каждого. Если никто не пропадет. Конечно, самое время, мне кажется, сейчас сказать про супер важный, супер закрытый телеграм-канал Эрракес Биба. Друзья, обязательно заглядывайте, подписывайтесь по ссылочке в описании. На него все равно нужно быть подписанным, чтобы участвовать в розыгрыше. Но тем не менее, там контент крутой, посты веселые. Кружочки всякие выпускаю. Поэтому заходите обязательно. Подписаться можно, как всегда, только сегодня. И завтра, другие дни уже не получится. Временное затишье такое. Что-то вся карта сюда съезжается. Как будто бы это вот локация победы. Но пока что мы видим для большинства это именно смерть. Похоже, что из-за того, что Кургес стрелял издалека, соперник вообще не понимал, откуда по нему идут пули. И кто его пытается расстрелять и нокнуть. Ну да ладно, дружище. Не понял и не понял, с кем не бывает. Еще какой-то снайпер, еще плюс какая-то движуха забирает парня в гелике. И второго тоже здесь можно подзадавить. Да, чуваки. Что-то вы как-то сдались без боя. И это супер-мега-кипер-очко! Хорошо. Так быстро произошло, что я даже не ожидал, скажу вам честно. Вот это видос, конечно, богатый на очки, так скажем. Это прям то, что надо. Прям как я люблю. Опять соседи по батарее стучат. Стрельба. Ну один в три остался. Вот они двое, оба в поле. Лакомые кусочки, сладкие буболехи, смотри какие! Отлично, минус два. Оба нокнутые. И похоже, что... А подожди, а по кому они тогда стреляли? Типа, если это два человека с одного склада. Вот у них третий. Домой. По кому стреляли, непонятно. Ну вот такой вот, друзья, мой топ-1. Мировой рекорд. 44 фрага. Киргиз красава. Поздравляю. И, конечно же, резкое прощание. Субтитрыises... Это инф